Как правильно подготовиться и начать застолье важно. А если это праздничное застолье, я бы сказал, жизненно важно. Потому что вы понимаете, обычный прием пищи это небольшой относительный объем и небольшое разнообразие. Праздничное застолье хочется съесть больше и всякого разного. И вы понимаете, что это увеличение разнообразия и объема пищи. Это нагрузка испытания для вашей пищеварительной системы. И если вы за столом работаете неправильно, то в праздник вы портите праздничное настроение как минимум двум врачам. Во-первых, врачу скорой помощи, который должен успеть вас довести до узкого специалиста, который окажет вам уже специализированную помощь. А будет это врач-гастроэнтеролог, если вы чуть-чуть не угадали. Или врач-хирург, который на острый панкреатит будет смотреть достаточно печальными глазами, понимая, чем это может закончиться. Врач-кардиолог, реаниматолог, если вы перегрузили свою сердечно-сосудистую систему и довели ее до критического состояния. Ну, про врача-патолога-анатому напоминать вам не буду. Может закончиться печально, если вы неправильно подготовились к праздничному застолью. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете все-таки, как правильно подготовиться, как правильно провести это застолье, чтобы вы общались за столом, а не с врачами разных специальностей. В правильной подготовке многие считают, что нужно пить воду. Да, в принципе, стакан воды можно выпить перед едой, но если вы уверены, что в желудке реальное состояние перед едой. Поэтому посмотрите мое видео на канале, как правильно пить воду после еды, чтобы вы понимали состояние в желудке после еды или все еще во время еды. Потому что разница между ними простая. Состояние после еды пить воду, когда желудок пустой, не нужно отсчитывать его от начала приема пищи, состояние после еды, от окончания приема пищи. Важно, когда не прием пищи закончился, а когда пищеварение в желудке закончилось, и желудок находится реально в состоянии после еды. Если вы в этом уверены, то вы можете выпить, например, примерно стакан воды, но вы должны понимать, что сокогонные свойства воды зависят не от ее химического состава, а от ее веса. Раздражая желудок, вода своим весом действительно имитирует наличие там пищи и вызывает какое-то отделение сока. Но именно какое-то, достаточно скромное и для переваривания пищи недостаточное. Более того, попадая в воду, сок теряет свою концентрацию, а соответственно и способность переваривать пищу. Поэтому вы должны быть уверены, что в желудке, во-первых, в состоянии после еды, вы выпиваете стакан воды, и после этого вы должны посмотреть на свой хронометр и ждать примерно час. В течение часа вы не имеете права есть после стакана выпитой воды, потому что вода находится в желудке, и пищеварение все равно не произойдет. В желудке начнется в желудке гниение или продолжится в кишечнике брожение, несущественно для вашего организма. Вся еда, попавшая в воду, в желудке, не переваривается полноценно, в кишечнике не доварится. Это вклад денег и еды любого состава, любого качества не в ваше здоровье, а в ваше нездоровье. Поэтому так экспериментировать не нужно, воду прямо перед едой пить не нужно, вы разбавляете желудочный сок, а вы должны желудок правильно подготовить к приему пищи. Поэтому воду я убираю из вашего поля зрения, она не поможет нам в подготовке к еде, особенно в обеспечении правильного пищеварения. А правильное пищеварение зависит от нескольких особенностей. Особенность первая. Для того, чтобы мы убрали все разногласия, которые сегодня присутствуют, потому что множество различных диет, систем питания присутствует, давайте вернемся лет на 100 назад. Когда великий физиолог, дедушка Павлов, исследовал систему пищеварения, и он объяснил, как правильно подготовиться к приему пищи. Он исследовал в Питере на своих собачках, но эти знания известны, единственное, что многие их игнорируют. И важно понимать, что когда вы приходите к столу, на достаточно большом расстоянии вы ощущаете аромат пищи. Если вам этот аромат нравится, если у вас хорошо работают обонятельные рецепторы, и у вас с этим ароматом связаны положительные эмоции, рефлекторно по дедушке Павлову в желудке вырабатывается желудочный сок. По дороге может еще выработать слюнка, то есть слюнки текут, да, это классно. Ваш организм реально ощущает, что сейчас попадет в него хорошая пища. Следующий раздражитель, которым вы можете повлиять на свою пищеварительную систему, это безусловно глаза. Глаза только видят на прямом расстоянии, видите пищу, она вам нравится, она у вас вызывает приятные ассоциации, не вопрос. Слюноотделение увеличивается, отделение желудочного сока увеличивается. То есть ваша пищеварительная система в принципе готова к приему пищи. Следующий раздражитель, который вы можете использовать уже в подготовке приема пищи, но это уже быстро, это как говорится экстемпера, то есть перед употреблением. Это собственно вкус. Если у вас сохранились вкусовые рецепторы на языке, вы можете с помощью их оценить качество пищи и опять-таки поставить третью птичку. Знаете, самолет когда садится, он должен пройти три точки. Если все три точки удовлетворяют вас, прекрасно, сокоотделение максимально активное и пищеварение будет у вас происходить максимально активным образом. Неусловно, многие говорят, вот такой акцент на пищеварении. Да, я понимаю, что в принципе все функции в организме предназначены для обеспечения одного синтетической деятельности мозга. Но, если у вас пища переварилась полноценно, мозг получает полноценные продукты питания из той пищи, которая у вас переварилась и работает адекватно. Если пища у вас не переварилась, неважно какого качества, какого состава, сколько денег вы вложили в эту еду. Если пища у вас, вашей пищеварительной системы полноценно не переварилась, в кишечнике ждут и потирают руки бактерии. Их называют условно-патогенные или сапрофитные. Это одни. И патогенные, то есть те, которые фактически достаточно жестко, агрессивно употребляют вашу еду. В ответ выдаются в кровь продукты жизнедеятельности бактерий. Они обладают токсическими свойствами. Они обладают аллергенными свойствами. И любые болезни возможны на этом фоне. Потому что теоретически в пище вы знаете химический состав пищи. Запустили в пищеварительную систему неподготовленную. Пища полноценно не переварилась. И теоретический состав учебников имеет для вас исключительно теоретическое значение. Потому что практического значения для вашего здоровья он не имеет. А для вашего нездоровья самое непосредственное. Вы должны просто это понимать. И не нужно заморачиваться в жесткой контроле приема пищи. Но вы должны понять, что обеспечить процесс пищеварения вы обязаны. Иначе если вы не обеспечили процесс пищеварения себе. Вы обеспечили процесс пищеварения. И достаточно хорошее разнообразие порадовали. Праздничный стол создали как минимум для патогенных бактерий в кишечнике. Как максимум еще для глистовых паразитов. Пусть вы понимаете кто будет кушать. В первую очередь. Потому что напомню кишечник это наружная среда нашего организма. Это как кожа. На которую нанесли холомший питательный крем. Он впитался в кожу. Кожа стала лучше. Нанесли дерьмовый питательный крем. Ну накормили тут бактерии. Они вам ответили какими-то прыщами. Какими-то покраснениями. Высыпаниями. Не вопрос. То есть все зависит от вас. Как вы понимаете. Что такое правильное питание. Не просто на входе в организм. Но и на усвоении этих продуктов питания. Для вашего организма. Поэтому очень важно понимать. Как правильно начать. Есть мнение. Что начинать нужно с салатика. Ну учитывая то. Что достаточно прохладное время года. Салатик из сезонных овощей. Здесь вы видите капусточка. Видите квашеная капуста. Видите измельченный достаточно. Морковку. Лук измельченный. Заправлено. Кто видит. Растительное масло. Ну и пустило естественно. Клеточный сок. То есть в принципе. Такая комбинация достаточно интересна. Для запуска системы пищеварения. Если вы предыдущие факторы упустили. Если вы прибежали просто к столу. Вы не успели ощутить ни аромат. Не увидели эту пищу. Просто вот голодный. Пытаетесь заглотить. У вас появился очень жесткий риск. Вы уже неправильно подготовились. К приему пищи. Потому что для того. Чтобы у вас не брал за горло волчий аппетит. И вы не глотали пищу. Вы должны правильно перекусить перед этим. За 3-4 часа до этого приема пищи. Должен быть предыдущий прием пищи. То есть вы понимаете. Что если вас интересует здоровье. То в здоровом образе жизни. Должна быть система правильного питания. Для того чтобы вы не проглотили вот этот салатик. Как говорится живьем не пережевывая. Напомню. Восточная медицина говорит. Что твердую пищу нужно пить. Вы берете порцию салата. В рот. И должны разжевать его. До состояния вот той воды. Которую вам показывал перед этим. Чтобы вы могли легко ее проглотить. Голодный человек не будет это делать. Он будет глотать сарал. Салат практически как есть. И тут появляются риски. Поэтому обязательно. Перед застольем. А особенно перед праздничным застольем. За 3-4 часа у вас должен быть перекус. Вы должны перекусить. Вы ни в коем случае не должны прийти к столу голодным. Вы должны подойти к столу полуголодным. Тогда вы сможете спокойно переживать этот салатик. Потому что в любом случае. Что вы получаете от салата. Да салат хорош в том чтобы запустить процесс пищеварения с нуля. Но вы должны понимать. Что в зависимости от того. Насколько плохо вы переживали салат. Все таки квашеная капуста. Все таки морковь. Все таки лук. Можете сюда добавить какую-то зелень. Это несущественно. Все таки это грубая растительная клетчатка. Которая раздражает желудок. Будет вызывать естественно выделение желудочного сока. Но желудочный сок в этих ингредиентах. Желудочный сок напомню переварит белки. Количество белков в капусте, в моркови, в луке, в зелени. Относительно невелико. И желудочному соку фактически нечего тут делать. Ему нечего делать в переваривании этой пищи. Желудку нужен белок. Любой. Растительный животный. Но белок. Именно здесь начинается переваривание белка. Когда вы забили пищеварительную систему салатиком. Вы фактически. Ну встречу белка с пепсином. Который находится в желудочном соке. Ну мягко выражать сделали маловероятной. И переваривание белков после салатика. Резко уменьшается. Резко ухудшается. Вы должны это понимать. Более того. Когда вы используете такую пищу перед едой. Я уже сказал. Механически. Вы раздражаете стенку желудка. Даже если вы переживали состояние кашицы. Возьмите эту кашицу. Сплюньте. Посмотрите под микроскопом. Посмотрите какие достаточно грубые и большие куски. Находятся казалось бы в однородной массе. Потому что способность рецепторов языка оценивать состояние этой кашицы. Оно имеет свои пределы. А у вас аппетит держит за горло. И требует от вас как можно быстрее проглотить. Здесь возникает ситуация. Больше того. Пока вы разжевываете вот этот вот самый сок. Который появляется в салатике. Ну. Вы можете сделать салатик. Посмотреть. Сок будет однозначно. Он находится в свободном состоянии. Он легко проскакивает. Двенадцатиперстную кишку. И раздражает поджелудочную железу и желудочный пузырь. Как вы понимаете салатик остается в желудке. А вот такой вот сок. Это сок овощей или фруктов. Можете с фруктами сделать. Можете яблочки сюда натереть. В сути это дело не меняет. Сок раздражает рецепторы. Вызывает секрецию сока поджелудочной железы. А растительное масло. Любое которое вы можете использовать. Раздражает еще и секрецию. Вернее выделение желудочной железы. И вот здесь два достаточно сильных раздражителя. Могут привести к тому что острый панкреатит. Либо желчекаменная болезнь. Могут резко обостриться. То есть калькулезный холецистит. И хронический панкреатит. Могут перейти в более опасное для жизни состояние. И вы понимаете что как минимум. Врач скорой помощи и хирург. Уже ждут вас с распростертыми объятиями. Правда не в праздничном настроении. Вы должны это понимать. Что вот такое начало приема пищи. Далеко не самый лучший вариант. Восточная медицина говорит нам о другом. Восточная медицина говорит да. Если у вас нет достаточной секреции желудочного сока. Используйте совершенно другое. Используйте сок. Механики нет. И жиров нет. Вы можете спокойно взять дольку другую цитрусовых. Выжать из них сок. И выплюнуть шкурку. Сок своими кислотами раздражает желудок. И выделяется сок желудочный. Но клетчатки нет. Которая впитывать будет этот сок. Который будет частично его нейтрализовывать. И не даст этому соку полноценно обработать более тяжелые продукты питания. Помните все-таки древние говорили от яиц до яблок. Яблоки не зря стоят на последнем месте в приеме пищи. Клетчатка независимости от того откуда она находится. Растительная клетчатка яблок или это капусточка морковочка. Она впитывает желудочный сок. И не даст ему. Он достаточно агрессивный. Не даст ему впитываться в белковой пище. А в зависимости от того какую систему питания вы для себя используете. Находитесь вы на веганстве. То есть используете растительные источники белка. Либо находитесь вы на смешанном питании. Используете в данном случае рыбка. Не имеет значения. Любой белок любого происхождения. Он должен пройти 4 стадии в вашем организме расщепления. Вернее в вашем организме только 3. А всего 4. Первая стадия обработки белка. Это термическая обработка. Сколько бы вы не рассказывали, что живой растительный белок или живой животный белок это самая большая помощь для вашего организма. Вы должны понимать. Что в отличии от всех живых существ на этой планете. Человек имел возможность помогать своей пищеварительной системе. Благодаря термической обработке. И если термическая обработка в популяции используется достаточно часто. То необходимость выработки пищеварительного фермента для переварения четвертичной структуры белка практически снижена. Только термическая обработка адекватная. Либо лизоцин слюны способны расщеплять четвертичную структуру белка. Если это не произошло, белок в организме не переваривается. Если убрать слюны и железы любому животному, животное погибнет от инфекции легко и просто. И быстро. Потому что дезинфекция пищи в полости рта исключена. Увы. У человека то же самое. У человека есть лизоцин, но его количество настолько незначительно, что невозможно в полости рта таким путем обезвредить те бактерии, которые находятся на сырой растительной пище. И возникает ситуация. Да, я понимаю, что лизоцин все-таки есть. Он какие-то функции выполняет. Но достаточно ограниченные функции. И в зависимости от того, сколько лизоцинов, человек может находиться какое-то время на сыроедении. Но какое-то время, к сожалению, долгожителей на сыроедении отсутствуют. Мне сказали, что есть одна женщина на планете. Всего одна. Которая прожила больше 100 лет, находясь на сыроедении. И увы, эта женщина живет не в средней полосе, а тем более не в достаточно прохладных регионах нашей планеты. Она все-таки живет в Индии в достаточно интересных условиях. Больше того, можно, если у вас в роду постоянно находятся люди, которые живут в условиях экваториальной зоны. Да, там много людей находятся, могут жить на сыроедении. По той простой причине, что у них способность вырабатывать лизоцин просто выше. Чем у тех людей, которые находятся севернее. Неважно, в каких широтах, высоких или низких. Важно, что севернее, в достаточно прохладных условиях. Там можно выживать. Но, увы, больше 100 лет прожила всего одна женщина. Она живет. Но всего одна. Знаете, Украина, при том, что население имеет достаточно смутное представление о правильном питании, имеет значительно большее количество долгожителей, кто еще не знает, как правильно питаться. Знали бы, как правильно, жили бы еще дольше. Они живут. Поэтому важно просто понимать эту ситуацию. И обязательно белок должен быть термически обработан. Это условие полноценного переваривания белка. И нахождение на той системе питания, которую человек предлагает для своего организма, максимально продолжительное время. Это нужно просто понимать. Дальше, вторая стадия переваривания белка, это желудочный сок. Но тут важно, как его правильно добыть. Поэтому можно попытаться добывать салатиками. В случае, если у вас дубовый, луженый желудок и великолепная поджелудочная, которая на этот раздражитель не реагирует. Но, если у вас нет аппетита, я бы советовал лучше несколько долек мандарина. Можно апельсин, можно другие цветы трусовые. Без проблем. Но вы должны выплюнуть. Все-таки сок, попадая в желудок, раздражает желудок, вырабатывается желудочный сок. А вот дальше вы должны положить какую-то пищу. Но это подготовка, напомню, экстремальная. Все-таки более реальная подготовка. Это когда вы какое-то время ощущаете аромат, видите эту пищу. Вот после этого вы можете вносить пищу в желудок. И начинать застолье. Я бы советовал исключительно с белковой пищей. Почему? Во-первых, за застолье используют большой объем пищи. Когда вы используете просто салатик, да, калорий здесь относительно немного. Но все равно калории здесь есть. Салатик относительно быстро покидает ваш желудок вместе с тем желудочным соком, который туда проник. Потому что организм не может отжать, выбросить салатик, а сок оставит в желудке для следующей порции пищи. Уходит все вместе. И в холостую выработанный на салатик желудочный сок просто покидает желудок, идет в кишечник. Салатик быстро всасывается, относительно быстро переваривается, всасывается в кровь. Особенно если вы правильно его переживали, бережете свою поджелудочную. Вы понимаете, что углеводная нагрузка уже пошла. Если вы сидите за столом, избыточно принятые углеводы легко перерабатываются в жиры. И череда праздников, и каждый из них в отдельности, приводит к тому, что вы потом видите добавку в весе на весах. Поэтому нужно кушать правильно. Белки, напомню, перевариваются в желудке и находятся там относительно продолжительное время. Что это вам дает? Пока белковая пища наполняет ваш желудок, находится в нем и переваривается, перистальтика желудка не работает. И желудка содержимое в двенадцатиперстную пищу на усвоение не пойдет. Пища будет стоять. Биомеханика попадания новых порций пищи она попадает в центр предыдущей. И фактически в желудке находится конвейер, при котором вначале вы съели одну порцию пищи, она находится, желудок обжимает эту пищу. Съедаете следующую порцию пищи, она попадает в центр пищевого комка, желудок немножко растягивается, и эта пища фактически попала в очередь. Потому что пища переваривается от стенок. Напоминаю, сок идет, переваривание идет у стенки. И по мере того, как пища переварилась, появляется перистальтическая волна, которая эту пищу просто от стенки перемещает в двенадцатиперстные кишки, и там уходит фактически по тонкому кишечнику пища. А следующая порция пищи, как на конвейере, подошла к стенке. Переварилась, новая перистальтическая волна, и пища опять ушла, через привратник ушла в кишечник. И механика работает. Пища, в зависимости от того, насколько она переварена, и нужна ли она за переварение в желудке, постепенно перемещается в тонкий кишечник, где идет фактически усвоение пищи, ее всасывание в кровь. Ну, конечно, после обработки соком поджелудочной железы, это уже третий этап переварения белков, ну, и соком тонкого кишечника. Только если четыре этапа переварения белков последовательно совершились полноцентом, вы получаете переваренный белок до аминокислот, аминокислоты всасываются в кровь, идут к печени, где происходит ресинтез, то есть из обезличенных аминокислот синтезируются белки, которые нужны именно для вашего организма. И вот здесь вы должны понимать, что только после этого для вашего организма, для каждой вашей клеточки, включая клетки мозга, появляется полноценное питание. Если печень, какие-то аминокислоты пришли, ну, не в качественном виде или не переварился белок, печень это все не видит, для нее это дополнительная нагрузка, она вынуждена эти белки уничтожить, а это неправильное питание для вашего организма. Что еще важно понимать? Я понимаю, что далеко не все застолье будут использовать, ну, скажем так, безалкогольные. Часть людей предпочитают использовать алкоголь. Вы прием пищи, ну, я вас понимаю, и понимаю, что это риски, риски резко увеличиваются. Вы должны это просто понимать, для того, чтобы вы меньше рисковали своим здоровьем, если вы не можете отказаться от этой привычки. Я вам предложу способ, как минимизировать риск, связанный с алкоголем. Это важно понимать, потому что вероятность вызова скорой помощи и оказаться в хирургическом отделении резко увеличивается, если вы неправильно начинаете застолье. Покажу это на примере. Ну, чтобы это не мешало, я это уберу, потому что мне нужны будут в основном два компонента в этой ситуации. Как начинают застолье? Ну, вариантов основных два. Вы можете начинать застолье, использовать вы как растительную пищу, ну, допустим, вот фасоль, можете использовать, конечно же, рыбу или другие продукты животного происхождения, и здесь между ними находится салатик. Я вам сейчас покажу, насколько интересна вся эта ситуация. Фасоль, когда вы варите, или другие бобовые, другие концентрированные источники белка, напомню, концентрированные нужды в начале пищи, в начале приема пищи, не концентрированные, не сработают, не удержат малое количество белка, пищу в желудке, и то объем, который попадет следом, он просто механически вытолкнет все это в кишечник, там будет брожение, гниение, пищеварение полноценно происходить не будет. В начале приема пищи, в начале застолья праздничного, вы должны положить концентрированный источник белка. Будет это растительный белок, или будет это животный белок, это ваш выбор, но он должен попасть в пищеварительную систему первым. Тогда будет правильно. Когда вы варите концентрированные продукты растительного происхождения с белком, обязательно, что вы должны сделать, вы должны разварить. Потому что, ну, даже по внешнему виду рыба, она достаточно такая выглядит, рельеф у нее сложный, то есть она достаточно пористая, как вы видите, все-таки фасоль имеет достаточно ровную поверхность, достаточно гладкую поверхность. И очень плотно, скомплексована внутри, сложена, потому что тут нет лишнего места. Напомню, фасоль это все-таки не система питания для растения, а система размножения. И фасоль не предназначена для того, чтобы вы ее хорошо усвоили. Предназначена для того, чтобы она проскочила в дикую природу, попала во влажные условия в почву и проросла. И дала новое потомство для своего рода. Поэтому, для того, чтобы переварить полноценно любые бобовые, вы должны обязательно разварить. Второй момент. Вы полости рта, вы не должны долго живать. Пористость должна сохраниться. Вы это должны понимать. Термической обработкой вы уже обеззаразили пищу. Нет фасоли, бактерий, если вы ее приготовили, она прошла хорошую термическую обработку. Но обрабатывать щелочным соком в полости рта, то есть слюной. Чем дольше вы обрабатываете, тем больше препятствий вы создаете для кислого сока в желудке. Потому что для пепсина, для его активности нужна все-таки кислая среда. Вам нужно раздробить фасоль или другие концентрированные источники растительного белка должны быть достаточно рыхлыми. тогда они легче перевариваются, тогда меньше вздутия живота после их приема, меньше урчания и меньше потом газа с запахом. Вы это должны понять. Чем больше в однородную массу вы ее превратите, тем больше сложностей для желудочного пищеварения вы создадите. Поэтому так лучше не делать. Это нужно понимать. Начало приема пищи в любом случае, если вы используете салат, вы очень сильно рискуете по одной простой причине. Демонстрирую легко и просто. Беру хороший закарпатский коньячок 5 звездочек, хороший достаточно достаточно цвет, аромат естественный. Для чего мне нужен он? Мне нужен он для того, чтобы показать вам, как удерживает салат алкоголь. Бытует мнение, что перед тем, как выпить, если вы садитесь за стол и планируете употреблять какой-то алкоголь, нужно съесть салатик, нужно съесть какой-то жир, съесть сливочное масло, съесть сметану. Ну, тем, кто помнит химию в районе скажем, школьного курса, в пределах школьного курса, то вы прекрасно понимаете, что алкоголь великолепно растворяется в жирах. Если вы хотите таким образом его остановить, притормозить его движение в организме, не советую. По той простой причине, в жирах он великолепно растворяется. Будет это сливочное масло, будет это растительное масло, будет это сметана, без разницы, какой из сочников жира вы туда положите, они великолепно перемешиваются и великолепно всасываются. Да, немножко, возможно, минуя печень, поэтому удар по печени будет минимальный, в данном случае, но на первом круге движения алкоголя по организму. Печень все равно его найдет и все равно будет с ним бороться. Но алкоголь легко попадает в дыхательную систему и даже маленькое количество алкоголя будет на тесте, если вы случайно попадете в руки гаичника, будет показывать достаточно большие цифры. Больше того, алкоголь, растворенный в жирах, великолепно метаболизируется мозгом. Здесь вы понимаете, что поражение мозга в этом случае будет просто больше. Я понимаю, что те, кто пропагандирует употребление в таком виде алкоголя, но они просто не знают химию и не понимают, какие негативные последствия для мозга могут быть. Поэтому ни в коем случае перед употреблением алкоголя какие-то жирсодержащие продукты. Салат, говорят, можно. Салат, говорят, впитывает алкоголь и его негативное действие на организме меньше. Покажу вам на примере. Правила употребления коньяка, наверное, вы знаете, нужно коньяк согреть и по дедушке Павлову вы можете раздражать свои обонятельные рецепторы, посмотреть на его цвет и в этом случае, если вы по каким-то причинам не можете использовать алкогольные напитки, в принципе, две точки для усиления процесса пищеварения вы уже сделали, вы ощутили аромат, вы посмотрели на естественный натуральный цвет, можете отставить алкоголь и не использовать его, не раздражать свою поджелудочную железу, уже два раза вы уже пищеварение усилили, дальше начинаете правильно использовать пищу. Будут это животные продукты, будут это растительные продукты, это ваш выбор, но вы процесс пищеварения уже запустили. Если же вы все же хотите использовать алкоголь в своем рационе во время застолья, не вопрос, смотрите, что я делаю. вот салат, который находится просто перед вашими глазами. Наливаю сюда алкоголь. Ну, ждем какое-то время, надеемся, что салат великолепно свяжет алкоголь и опьянение после в такой комбинации салат и алкоголь не наступит. Но, если вы присмотритесь, цвет резко изменился, можете провести это дома, может быть, у меня не совсем, но жир вымылся великолепно, то есть, представляете, коньяк здесь, жир здесь, сок здесь, три жестких раздражителя. Если салат это только два, сок и жир, то алкоголь резко усиливает раздражение рецепторов и усиливает сокоотделение. Как вы понимаете, в такой комбинации вероятность не вызвать врача скорой помощи не попасть в хирургию еще менее вероятен. поэтому я бы не советовал вам использовать вот такую комбинацию, особенно в начале еды. Что сделать, если вы имеете растительную пищу или животную пищу, но белки? Провожу опыт перед вашими опять-таки глазами. Берем кусок рыбы, в данном случае филе, и имитирую процесс жевания. Что вы должны сделать с рыбой фактически в пищеварительной системе, в полости рта, вы должны ее, конечно же, разжевать. У меня, правда, не очень получается полноценно. Как вы понимаете, вилка это не зубы. Зубами это произойдет значительно проще. Но процесс жевания пошел. Что-то у меня получилось. Заливаем сюда тот же коньячок. Можно немножко подождать. проверим что-то произошло с салатом или нет. Куда-то что-то впиталось. Если вы видите, цвет остался в принципе тот же. То есть проблема осталась. То есть все салат не удерживает алкоголь. Смотрим сюда по краю тарелки. Я коньяк влил. Он находится практически весь. Он впитался в рыбу. Как вы понимаете, в такой комбинации коньяк не успеет как и другой алкоголь. Любой какой вы выберете за столом не успеет попасть быстро. Ключевое слово быстро. Попасть в 12-перстную кишку раздраконить там рецепторы и вызвать жесткое отделение сока. То есть вы находитесь в принципе правильно принимая пищу вы находитесь за столом. Вы продолжаете застолье. Вы не оказались в жесткой ситуации. И как минимум двум врачам вы продлили праздничное настроение. Они сорвали их неожиданно приехать к вам и положить вас как минимум на операционный стол или хотя бы под наблюдением. Больше того, что вы еще получаете? Напомню, салат переваривается относительно быстро. Даже те небольшие количества алкоголя, которые он впитает в себя, они достаточно быстро попадают в кровь и бьют по печени и вызывают алкогольное опьянение. Рыба, даже те скудные количества коньяка, которые здесь проступали, их уже нет. Они все находятся в рыбе. Рыба переваривается 4-5 часов. Вы понимаете, что жесткого удара алкоголем по печени, по мозгу не будет. А мягкое всасывание алкоголя в кровь создает хорошее настроение. Создает улучшает пищеварение. алкоголь относится к сокогодным веществам. Он помогает переварить и усвоить этот белок. Вы понимаете, насколько лучше такая комбинация, если вы планируете использовать какой-то алкоголь в своем рационе. Вы должны это просто правильно понимать, что вот эти две комбинации, эти два состояния, когда алкоголя нет и вот алкоголь, сок и жир попадают неожиданно на ваши рецепторы, в этом случае праздничное застолье достаточно быстро, в течение каких-то десятков минут, может превратиться в ургентную ситуацию с непредсказуемыми негативными последствиями, они предсказуемы, непредсказуемы, куда вы попадете, в острый панкреатит с исходом, в лучшем случае в сахарный диабет первого типа, либо вы просто потом будете думать бояться есть пищу, потому что любая пища раздражая вашу пищеварительную систему, будет провоцировать вот тот острый панкреатит проявиться вновь. Вы должны это просто правильно понимать и правильно использовать для своего здоровья. Потому что только правильная подготовка к приему пищи, правильное начало приема пищи это залог вашего крепкого здоровья. Помните, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Важно это правильно понимать и правильно использовать для своего здоровья и активного долголетия. А будете вы использовать животные продукты или растительные продукты в приеме пищи? Растительный белок конечно это ваш выбор. Я вас прекрасно понимаю, но очень важно в любом случае правильно это использовать для своего здоровья. И с привычными подписчиками моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения я подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас. А вы в то время подумайте может быть стоит правильно подготовиться к застолью и отправить ссылочку на это видео своим друзьям, знакомым, родственникам. может поставить лайк на это видео. Я уже не говорю про подписаться на мой канал. Крепкого вам здоровья. Смотрите видео на канале Доктора Скачкова. Субтитры сделал DimaTorzok